Здарова народ! И сегодня у нас танк настоящего миллионера, потому что это объект 780, за которого игроки реально отдавали там по 100 миллионов серебра. И к тому же этот герой наш сегодняшний играет еще на фулл голде, с доппайком, с дорогим оборудованием, в общем максимальный фарш у данного 780. И посмотрите, какой ему рандом подкинул за это сюрприз. Настоящее приключение вот такого танкового богача на очень дорогом танке. И сейчас посмотрим, какие странные чудеса тут с ним начнут происходить, потому что действительно очень интересные события сейчас будут. Ну и по составам команд, что же у нас здесь? Попал наш 780, который кстати во взводе с любимым ИСом 7, попал в такой сложный бой. Все десяточки. Единственное, что без артиллерии, но в принципе здесь такая полугородская карта, можно сказать. И тут и так есть где заныкаться от арты, но знаете, бывает чуть-чуть не уследишь, вот уже артовод фугасом задает, так сказать, курс. Ну и поэтому здесь тоже плюсик небольшой, да, что артиллерии нету, а мы вот тут выехали в окошечко пока что. И давай выглядывать, высматривать противников. Кто там у нас? Кранвагеныч, ты будешь выкатывать от башни, да? Думаешь, что ты тут танкуешь, но тебе видимо уже показали, что это не совсем так. 948 хп у Кранвагна осталось, а ну-ка давай сейчас еще разок попробуем выцепить. Нет, не выйдет. Ну да ладно. Пока что счет такой ровненький держится, не похоже, что тут какой-то турбослив намечается. Единственное, что так немного расстраивает, это то, что у нас на базе вон сидит ПЗКПФ, АФКшный. И по-моему 215Б тоже Флэшич сидит, АФКшет на базе. То есть фактически изначально у нашей команды минус 2 танка. Вон потому, что они сидят бибудь, и ребят на базе АФКшет. И это, конечно, в таких условиях, где все танки 10 уровня довольно сложное сражение. В общем, будет непросто, я вам скажу. Так, Т110Е3, он перед нами в окошке мелькает. Ну, Е3, кстати, можно попробовать там в шишечку пробить, да? Он, конечно, тут такой уверенный. Но можно и самому получить. Видите, наш 780-й так стоит, боится на Е3 выкатывать. Там дрын, мама дорогая. Очень приличный у Т110Е3, да? Поэтому лучше сменим мы позицию. И вот здесь он торчит. Т57 Хэви, кранваген. Но, опять же, видите, вот не совсем удачный выезд. Точнее, совсем неудачный, потому что мы даже никого не продамажили. А кумулечком от кранвагеныча получили очень даже хорошо. Так, а ну-ка, Е100 в НЛДшечку должен пробиваться под калиберы. Не бояться препятствий, поэтому там, видите, столб какой-то там был разрушаемый. Но мы спокойно все равно кинули, и все отлично. А ну-ка, давай еще разок по Е100. Ой, вообще, в счете башни Е100 принимает. Очень, очень даже отлично в эти места, если без наклонов, да? Бывает, поумнее Е100, и они наклоняют башню. И вот тогда уже сложнее туда пробить. Ну, и здесь он вообще и НЛД подставляет. Так, что все просто у нас великолепно. Счет, кстати, 0-3, я вам скажу, народ. То есть ситуация уже так усложняется. Причем там уже добрались до нашей базы. Посмотри, красные тяжики, да? И сейчас займутся захватом, скорее всего. То есть дела вообще обстоят не очень. Если пару минут назад я говорил, там, не похоже на турбослив, то сейчас уже, ну, не турбо, но на такой классический слив начинает очень даже смахивать. Тем временем наш 780-й навалякал уже 4300 дамаженция. Посмотри здесь. При этом, заметьте, он ни одной плюхи не танковал. То есть натанкованного урона 0. Самое интересное, да? То есть ему удавалось всегда так выезжать, что противники просто по нему не кидали вообще. Как вот они это делают? Меня всегда удивляет. Выкатывают и накидывают дамаг, а на них никто не обращает внимания. Я только такие бои видел много раз в рандоме и всегда меня удивляет. Как? Иной раз сам выйдешь, да? И сразу на тебя, блин, 15 стволов все. Если повезет, что-то тонканешь, да? Ну ладно, тут, видите, выбор позиций. Интересно, вот опять выехали, фошик бортом чешет к нам и кидаем тоже без наказа на плюху. А тут с окошкой ему будет сложновато нас выцелить. Поэтому вот еще одна плюха на 561 заходит великолепно. Фош, не выделайся, давай уже твоя судьба решена. Тебе надо в ангар в следующий бой. Я тебе правду говорю. Очень тебя ждут в следующем бою. У тебя там вообще будет мега рекорд. Давай побыстрее уже сливайся в этом. Кстати, счет 7-6, но обманчивый, потому что, видите, по ХП мы проигрываем на самом деле. И, ну, есть и позитивные моменты. ПЗ, КПФ, по-моему, двигается там. Что-то ездит по РСПу, то есть прогрузился. Уже у нас нет АФК-шеров. И это радует. 9-7. Ну, начинаем даже выигрывать по счету. По ХП там у них очень много фуловых, походу, еще. И вот здесь Фош все-таки прописывает такую мощную пощечину нам на 787, отрезвляющую прям, да? Теперь, я думаю, поаккуратнее будет наш 780-й выцеливать. Ну, тут везет. Танкануть. 750 Альфы. Потому что, если бы нам сейчас Фош засадил вторую, то было, походу, бы уже практически все для нашего игрока в этом бою. А тем временем, заметьте, фрагов нет. Ноль. А зато 7 437 урония народ. Это очень приличные результаты, я вам скажу. Очень достойные. Ну, давайте, сейчас будет здесь интересная развязочка в финале. А я пока что вам напомню, что спонсоры этого видоса у нас парни с классного сайта ВотКит. Где вы можете себе премиум танки и золото получать. Залетайте на ВотКит, открывайте главный контейнер вот этот. Из него мне больше всего разных крутых призов выпадало. Действительно, там главный контейнер неплохой. Бывало, там и 10 тысяч голды вылетало. И премтанки, вот как ловешник из 6. Вот недавно в видосе ловешника выдел в позапрошлом видео. В общем, если будете счет пополнять, обязательно еще на ВотКит вот этот промокод используйте, который на экране. И получите к тому же гарантированный подарок, бонус к пополнению. В общем, в описании ссылочка и промокод для ВотКит. Заходите, если еще прям по ссылочке сейчас перейдете на ВотКит из описания. И пролистайте там, собственно говоря, вниз сайта. Найдите там вот такую кнопку участвовать. Обязательно ее прожмите, потому что это позволит вам участвовать в халявной раздаче 5 косарей голды. Каждый день ежедневная новая раздача. Всего лишь по ссылке перешли из описания. Вниз с сайта пролистали. Кнопку нашли, нажали. У меня было потом. Заходишь на следующий день. А там выиграл, например, 3000 золота. Можно поднять там 5 победителей. И в сумме 5000 голды на них. В общем, очень неплохо было. Ну, а мы смотрим дальше. Что же тут у нас? Счет равненький такой. И забирается наш 780-й. Наш танковый миллионер. Забирается тут в бункер такой по центру карты. И начинает там выцеливать. Он желающих много еще. Сейчас бабаху походу нашу намажут на хлеб. Да, и с чайком выпьют. Потому что ланшотная. Да, все. И фактически наш игрок сейчас остается. У нас 7 подкалиберов. 2 противника. 1 в 2. И хп у них еще довольно много. 2-7-7 про джетто. Очень неприятные такие противники. Я не знаю. Сейчас будет непросто. Кстати, заметьте. Уже к 10 косарям дамага подбирается наш игрок. Я думаю, Лайчинского заслужил. Ой-ой-ой-ой-ой. Как же нам везет сейчас танкануть эту тычку от 2-7-7. Который тут же, посмотри, какой хитрожопый. Заходит нам в бочину. Уверенно так наваливает. Но мы этого товарища в ангар, конечно же, покоим. Ладно. И теперь про джетто. Следующий, да? Проджетто, ты тоже сюда к нам в гости идешь? Раз. На пятихаточку. Танковать, танковать. Но 780-й, конечно, неплохая машина. Видите? Здесь про джетто большинством пробил. Но нам хватило одного снаряда танкануть, чтобы хп оставались. И в итоге это победа. В общем, народ, давайте к итогам. Ну что, у нас тут основной калибр. Мастер. Мало фрагов сделали. Поэтому не так много наград. Но зато 11446 урона. Я думаю, это очень неплохо результат. Ну, сами понимаете. Дофигища в таком сложном пою, где все десятки. Лайчинские прожимаете обязательно. На канал подписывайтесь. В описание видоса загляните. Вверху справа прошлый видос. Ну, а мы с вами, народ, увидимся в новых роликах, которые очень скоро уже будут на канале. Пока, народ! Субтитры сделал DimaTorzok